К другим темам, более приятным, бойцы спецназа отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого дня подразделения специального назначения провели показательные тренировки и рассказали о некоторых особенностях своей профессии. Каждая из операций долгое время остается засекреченной. Поэтому посмотреть на спецназ в действии – большая удача, не каждому она дается. Вот Олег Сидякин увидел и теперь покажет нам. Колонна автомобильной техники сопровождает вип-персону в зоне боевых действий. Такую задачу приходится практически выполнять каждому подразделению спецназа в вооруженных силах Российской Федерации. Вот по замыслу этого задания сейчас на вип-персону произойдет нападение. В качестве сопровождения два бронеавтомобиля и отряд бойцов спецназа сейчас вот как раз вот выходит вип-персона и продвигается к зданию. Откуда произойдет огонь, никто не знает. Монет. Позвольте даже на учения, кто не поверил от демонстрации во время действия профессионального праздника работают в масках. Ну а после нападения на вип-персону происходит штурм здания, где укрылись якобы террористы. Эти бойцы даже вот так работают в масках и не принято им не показывать лица, не называя себя вип-персону. Это не то, что запрещено в целях безопасности спецназ на передовой любого вооруженного конфликта и в антитеррористических операциях. Работают по отработанной схеме. Одни прикрывают огнет, вторые штурмуют местные и объект захвата. Вот такой вот манекен, выброшенный из окна, демонстрирует то, что террорист повержен и задача выполнена. Бойцы спецназа владеют любым оружием, могут передвигаться на любой технике. Недаром за такой профессионализм эти подразделения называют элитой вооруженных сил. Но вот чтобы попасть туда, конечно, это непросто, потому что только один из десяти претендентов попадает в спецназ, так как очень жесткие критерии и требования при отборе.